МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танкисты пристально наблюдали за суетившимися вокруг их танка ремонтниками. От крепившихся решетчатых экранов машина приобретала совсем другой, непривычный вид. Но удачный результат эксперимента мог сохранить им жизнь. Я предлагаю вот так вешать. Или, если их перевернуть... В последние месяцы войны в боях на улицах немецких городов все чаще танкистам приходилось сталкиваться с фаустниками. Старики, женщины и безусые юнцы, вооруженные ручным противотанковым гранатометом «Фауст Патрон», пришли на смену опытным и хорошо обученным немецким солдатам. «Фауст Патрон» представлял не меньшую опасность, чем вражеский танк. Командир танкового полка гвардии подполковник Миндлин. Вот стоит машина с наглухо задраенными люками. Из нее слышен визг вращающегося информера радиостанции. Но экипаж молчит. В башне маленькая оплавленная дырочка. Мизинец не пройдет. А это «Фауст» — его работа. Задраенный изнутри люк отрезаем сваркой. Из башни достаем четырех погибших танкистов. Кумулятивная граната прожгла броню и брызги расплавленной стали поразили всех насмерть. Случалось, что «Фауст» оставлял на броне лишь оплавленную лунку, которую танкисты с долей черного юмора называли «засос ведьмы». Она столько царапнула. Видал? Вот такая вот борозда. «Дай закурить! За два дня десять танков! Хуже, чем на минном поле!» По мнению некоторых инженеров, решетчатые экраны могли защитить советские танки, вызывая взрыв «Фауст» патрона до его соприкосновения с броней. На импровизированном полигоне грянул выстрел «Фауст» патрона. Из отчёта танкистов об испытаниях. В результате выстрела поверхность сетки была разорвана и имела прогиб в сторону брони. Пробойна в наклоном листе борта танка сквозная. Несмотря на экраны, броня пробивалась. Но в некоторых частях, сражавшихся под Берлином, самодельные экраны всё же устанавливались. Однако радикальное решение в борьбе с «Фауст» патронами пришлось искать в тактике ведения городского боя. 31 января танкисты 1-го Белорусского фронта вышли к Одеру в районе Кюстрина и Франкфурта на Одере. Не дожидаясь подхода пехоты, танкисты форсировали реку и захватили плацдармы. Позади осталось 400 километров польской земли, 35 разбитых немецких дивизий, сотни тысяч пленных. А впереди, всего в ста километрах, находилось логово фашистского зверя – Берлин. Казалось, ещё рывок, и война будет окончена. Но в начале февраля Ставка приняла решение остановить наступление на столицу Германии. Требовалось пополнить наступающие части и подтянуть тылы. Самое главное – необходимо было обеспечить фланги наступающих. В марте от немецких войск очистили Померанию и Силезию. Теперь войска могли продолжать наступление, не боясь оказаться в окружении. В марте 45-го года немцы предприняли попытку контрнаступления под Кюстрином, закончившуюся полным провалом. В череде неудач вермахта это не было бы чем-то из ряда вон выходящим, если не учитывать тот факт, что от Кюстрина до Берлина – менее ста километров. 28 марта в бункере Рейхсканцелярии, взбешенной неудачей, Гитлер обвинял командующего 9-й армии Бюссе и других генералов. Когда начальник генерального штаба Гудериан попытался за них вступиться, гнев Гитлера обрушился и на него. Гудериана отправили в отпуск, что было равносильно отставке. Его преемником стал 47-летний генерал Крепс. Ганс Крепс, генерал пехоты. Вторую мировую войну встретил помощником военного атташе в Москве. С сентября 44-го – начальник штаба группы армий Б на Западном фронте. В свое время Крепс участвовал в успешных оборонительных операциях вермахта под Оржевом. Теперь Гитлер рассчитывал повторить этот успех под Берлином. В то время, как Гудериан паковал свои вещи, под Кюстрином готовил свои части к новым боям генерал Семен Кривошеин. Немецкие и русские генералы знали и помнили друг друга. Они встречались в сентябре 1939 года в Бресте. Тогда комбриг Кривошеин командовал танковой бригадой. Кривошеин Семен Моисеевич – генерал-лейтенант. Службу начинал в кавалерии. В середине 30-х стал танкистом. В сентябре 1939 года его бригада вошла в Брест, чтобы занять крепость после оставляющих ее немецких войск. Гудериан и Кривошеин, стоя на трибуне, контролировали процесс официальной передачи крепости советской стороне. С 10 февраля 1944 года и до конца войны командовал первым механизированным корпусом. Мехкорпус Кривошеина – единственное танковое соединение 1-го Белорусского фронта, полностью вооруженное американскими танками «Шерман». Корпус разместился в лесу на восточном берегу реки. Ночами солдаты переходили на западный берег, где рыли окопы, готовили орудийные площадки и капониры для танков, а к утру возвращались в расположение части. Сколько нам еще, лейтенант? Столько да полстолько. Копай, Бочков, копай. Тут закон простой. Сегодня сам копать не будешь, завтра тебе другие ямку выкопают. В ночь на 15 апреля корпус переправился через Одер и занял подготовленные позиции. 28 марта, в тот же день, когда в бункере в ярости свирепствовал фюрер, командующий Первым Белорусским фронтом Жуков готовился лететь в Москву. Он отправлялся к Сталину в приподнятом настроении. Наконец-то после нескольких недель боев на вспомогательных направлениях фронт нацеливался на Берлин. Жуков подготовил два плана наступления на немецкую столицу. Вариант А предусматривал удар с Кюстринского плацдарма. Вариант Б с плацдарма под Франкфуртом. Два вероятных направления удара рассеяли бы внимание обороны и облегчили задачу штурма немецкой столицы. Однако в Кремле Жукова ждали плохие новости. Из воспоминаний Жукова. «Поздно вечером того же дня Сталин вызвал меня к себе в кремлевский кабинет. Немецкий фронт на Западе окончательно рухнул. И, видимо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск». В марте 45-го англо-американские войска форсировали Рейн. В Руре была окружена крупная немецкая группировка. Американские и английские танки устремились на восток, к Берлину. Хотя в феврале в Ялте союзники и договорились о передаче Берлина в советскую зону оккупации, они не исключали возможность самостоятельно войти в столицу Германии. Из письма премьер-министра Великобритании Черчилля президенту США Рузвельту. «Русские армии на юге, судя по всему, наверняка войдут в Вену. Если мы преднамеренно оставим им и Берлин, то эти два события могут усилить их убежденность в том, что все сделали они. Поэтому мое мнение таково – захватить Берлин, если он окажется в зоне досягаемости». Жуков понял, что выбора уже нет. Реализовать в кратчайшие сроки возможно только один план наступления – с Кюстринского плацдарма. События в Москве развивались стремительно. В Ставку прибыл командующий Первым Украинским фронтом Конев. Из воспоминаний маршала Конева. Начальник генерального штаба прочел телеграмму, суть которой сводилась к следующему. Англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина. Сталин обратился к Жукову и ко мне. Так кто же будет брать Берлин? Мы или союзники? Первому на этот вопрос пришлось отвечать мне. И я сказал – Берлин будем брать мы, и возьмем его раньше союзников. Последующие дни прошли в напряженной работе Генштаба над планом операции двух фронтов. Один из пунктов директивы Первому Белорусскому фронту голосил – танковые армии ввести на направлении главного удара после прорыва обороны для развития успеха в обход Берлина, севера и северо-востока. Этот маневр перекрывал пути союзников германской столицы с запада. Однако исключал весь танковый кулак из битвы за Берлин. Политика диктовала военные решения, и Жуков был этим крайне недоволен. Командующий планировал нанести основной удар через Зеловские высоты, которые оборонял танковый корпус генерала Ведлинга. Затем советским танковым армиям предстояло вырваться вперед и образовать заслоны на окраинах Берлина, отрезая город для отступающих с Зеловских высот. Конев также был недоволен. Войска его фронта исключались из борьбы за Берлин. Ему предстояло сражаться на юго-западе от логово фашистского зверя. Конев приказал штабу фронта подготовить два плана. Один соответствовал директиве Ставки, второй предусматривал рывок на Берлин. Жители Берлина готовились к обороне и продолжали жить своей жизнью. Все городские службы исправно функционировали. 12 тысяч полицейских несли службу, почтальоны разносили почту, так как ежедневно выходили газеты. Работала телефонная и телеграфная связь, регулярно вывозился мусор. В кинотеатрах демонстрировались фильмы, работали театры, зоопарк, метро и наземный транспорт. Даже бары и рестораны были переполнены. Но широкие дороги и улицы превратились в изрытые воронками тропы. Повсюду выселись горы обломков и обугленные островы зданий, а рядом с ними возводились баррикады. Город намеревался обороняться. Баррикады Берлина сооружались на промышленном уровне. Они изготавливались из дерева, камня и рельсов высотой до 2,5 метров и толщиной до 4. Многие улицы были перегорожены этими сооружениями таким образом, что не оставался даже проезд, а подходы к баррикадам минировались. Танки, не способные к передвижению, вкапывали на перекрестках и использовали как неподвижные огневые точки. Для защиты от бомбардировок в городе возвели три гигантские башни ПВО. На крыше бетонных строений высотой около 40 метров устанавливались зенитные орудия и автоматические зенитные пушки. Среди гражданского населения выделялись вооруженные люди с повязками на рукаве. Они входили в отдельные батальоны фольксштурма, подчинявшиеся не вооруженным силам, а национал-социалистической партии Германии. Ополчение фольксштурма формировались по сентябрьскому 1944 года указу Гитлера о тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. С февраля 1945 фольксштурм призывались и женщины. Ополчение набиралось принудительно, за отказ от службы ожидала казнь. По причине низкого морального состояния и плохой подготовки фольксштурм так и не оправдал надежь Гитлера предать войне народный характер. Вооружения для этих батальонов не хватало. В ход шли итальянские и датские винтовки с небольшим запасом патронов. Зато фаустпатронов было в избытке. Фаустпатрон — гранатомёт с кумулятивной боевой частью для поражения танков и других бронированных целей. Во время войны немцы создали два типа противотанковых гранатомётов — одноразовый «Панцерфауст» и многоразовый «Панцершрек». Самым дешёвым и распространённым стал «Панцерфауст». Его эффективная дальность стрельбы составляла 60 метров. Общий вес — около 3 килограммов. Калибр гранаты — 100 миллиметров. Начальная скорость полёта гранаты — 28 метров в секунду. Граната пробивала броню до 140 миллиметров. Справка. Лобовая броня танка Т-34-85 имела толщину 45 миллиметров. Тяжёлого танка ИС-2 — 120 миллиметров. На пути войск Жукова к столице Третьего рейха стояла армия генерала пехоты Бюссе. Оборону заняли 3-я танковая и 9-я полевая армии группы армий «Висла», 4-я танковая и 17-я полевая армии группы армий «Центр». Они включали 48 пехотных, 6 танковых, 9 моторизованных дивизий, а также большое количество отдельных частей. Группировку из более чем миллиона человек поддерживали 1500 танков, 10 400 орудий и миномётов, а также 3300 самолётов 6-го воздушного флота и воздушного флота «Рейх». В резерве командования сухопутных войск в Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма. Общая же численность гарнизона Берлина превышала 200 тысяч человек. Бюссе оценил перспективу обороны предельно цинично. «Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки». Германские генералы считали, что судьба Берлина решается на Русском фронте, удержать который следует любой ценой. Поэтому гарнизон Берлина был немногочисленным, все силы бросили на фронт. В воскресенье 15 апреля немецким солдатам зачитали обращение фюрера. «Солдаты Восточного фронта. Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет русской. Образуйте монолитную общность для защиты не пустого понятия Отечества, а для защиты вашей Родины, ваших жен, ваших детей, а с ними и вашего будущего». Фраза «Берлин останется немецким» сразу стала пропагандистским штампом. Мальчишки из союза германской молодежи Гитлер-Югент писали эти слова на стенах домов и заборах немецкой столицы. А в советских частях звучало обращение Военного совета 1-го Белорусского фронта. «Наши части прошли тяжелый, но славный путь. Боевые знамена наших соединений овеяны славой побед, одержанных над врагом под Сталинградом и Курском, на Днепре и в Белоруссии, под Варшавой и в Померании, в Бранденбурге и на Одере. Славой наших побед, потом и своею кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, чтобы первыми произнести слова сурового приговора немецким захватчикам. Вперед на Берлин!» В понедельник 16 апреля в 3 часа ночи по берлинскому времени тишину фронта всех армий взорвал мощный залп огромной массы артиллерии и минометов. Началась артиллерийская подготовка. С командных пунктов открывалась величественная картина многих тысяч вспышек выстрелов и огня разрывов в расположении врага. Главную ударную группировку фронта поддерживали 6,5 тысяч орудий и 1100 «катюш». Вес одного фронтового боекомплекта на участке 1-го Белорусского фронта превышал 43 тысячи тонн. В направлении главного удара, на один километр фронта, приходилось 358 тонн боеприпасов. В Берлине звуки начавшегося наступления казались приглушенными раскатами далекого грома. Но в пяти километрах от линии фронта со стен падали картины, в дребезги разбивались оконные стекла и зеркала. Со шпиля церкви в городке Мюнхеберг слетел крест. Грохот выстрелов и взрывов на передовой просто оглушал. В артиллерийской подготовке принимал участие 34-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности, на вооружении которого было 6 орудий калибра 280 мм. Справка. Мортира БР-5 калибра 280 мм, образца 1939 года. Это артиллерийское орудие крупного калибра с коротким стволом. При перевозке на небольшие расстояния устанавливалось на гусеничном лафете в неразобранном виде. При дальней транспортировке ствол перевозился отдельно. Расчет мортира состоял из 15 человек. Скорострельность составляла один выстрел в 4 минуты. Быстрее стрелять было нельзя, ствол перегревался. Всего было изготовлено 47 орудий. Как только огненный шторм перестал бушевать, зажглись полторы сотни зенитных прожекторов. Наступать при их свете предложил Жуков. Однако осуществлению идеи ослепить противника помешала погода. Вязкий плотный туман окутал утро. После артподготовки передний край погрузился в густые облака дыма и пыли, которые свет прожекторов не пробивал. Немцы успели отвезти основные силы из-под удара артиллерии на вторую линию обороны, и советские пехотинцы продвинулись вперед на полтора-два километра, не встречая серьезного сопротивления. Тем временем взошло солнце, и раскаленные прожекторы выключили. Несмотря на первоначальный успех, к середине дня стало ясно, что прорвать оборону противника сходу не получилось. Зеловские высоты в долине опоясывала сеть ирригационных каналов, но мосты через них были немцами взорваны, а подходы к переправам заминированы. В создавшейся ситуации особую роль могла бы сыграть авиация. Первый Белорусский фронт поддерживала 18-я воздушная армия в составе четырех авиационных корпусов, около 800 самолетов. 16 апреля с 6 часов 7 минут в течение 42 минут эти бомбардировщики и нанесли удар по Зеловским высотам. После удара авиации Жуков решил ввести в бой танковые армии. К 13-ти часам я отчетливо понял, что огневая система обороны противника в основном уцелела. Для того, чтобы усилить удар атакующих войск и наверняка прорвать оборону, мы решили ввести в дело обе танковые армии. Но даже они не переломили ситуацию. Чуйков писал. Танки буквально уперлись в наши тягачи, перетаскивавшие артиллерию, в результате чего маневр вторых эшелонов дивизий и корпусов оказался скованным. Прорвать немецкую оборону в первый день не получилось. План генштаба, по которому Жуков должен был ввести танки в бой гораздо севернее, командующий изменил. И Сталин по телефону выказал ему свое неудовольствие. «Вы напрасно ввели в дело 1-ю гвардейскую танковую армию не там, где требовала ставка. Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зеловский рубеж?» Стараясь быть спокойным, Жуков ответил. «Завтра оборона на Зеловском рубеже будет прорвана!» Жуков рассчитывал, что удар танков и авиации позволит прорвать немецкую оборону, но сухопутные части прошли вперед лишь на несколько километров. Армии Чуйкова и Катукова атаковали Зеловские высоты. Их соседи, ударная армия Берзарина и танковая армия Богданова, с трудом пробивались через систему рек и каналов. В это время взамен разбитых частей к немцам подходили резервы группы армий «Висла». В бой начинали вступать и советские резервы. Направлялся на передовую и корпус генерала Кривошейна. Пересекая плотный поток автомашин и артиллерийских частей, среди узких разъездов между каналами и реками танки шли к линии фронта. Войска 1-го Украинского фронта маршала Конева перешли в наступление в лесных районах реки Нейсе к юго-востоку от Берлина. Немцы не ожидали здесь удара, и движение советских войск на Берлин для них оказалось неожиданным. Поэтому прорыв немецкой обороны произошел гораздо быстрее, чем у Жукова. Вечером 17 апреля Конев сообщил Сталину, что готов повернуть две танковые армии на помощь Жукову. После короткой паузы Сталин ответил. «Очень хорошо! Я согласен! Поверните танковые армии на Берлин!» Конев немедленно разослал приказы в войска. И на следующий день 3-я и 4-я гвардейские танковые армии Рыбалка и Лилюшенко двинулись к столице Германии. Танковый корпус армии Рыбалка вышел к реке. В том месте, где был мост, бурлила вода. Бойцы промерили дно и нашли брод, где глубина достигала метра. Приняли простое решение – в танках под ручными средствами законопатить все отверстия. Механики-водители фактически вслепую перевели машины на другой берег. По этому пути, как сквозь игольное ушко, вскоре на Берлин прошли и все три корпуса Рыбалка. На третий день сражения танки 1-го Украинского фронта вырвались на оперативный простор. Ломая сопротивление разрозненных отрядов фолькштурма и остатков разбитых частей, они неслись к фашистскому богову. В это время у Зеловских высот Жуков ввел резервы, которые смогли переломить ситуацию. Передовая бригада корпуса Кривошейна захватила переправу у города Платков. Быстрый прорыв советской мотопехоты не позволил немцам взорвать заминированный мост. Дальнейшее продвижение Кривошейна было почти безостановочным. Вслед за ним устремились соединения танковой армии Богданова. Генерал Вейдлинг, руководивший немецкой обороной, вспоминал. 20 апреля части, понесшие огромные потери в предыдущих боях и измотанные до крайности, уже не могли выдерживать натиск русских войск. Корпус Вейдлинга советские соединения обошли с флангов. Вечером Жуков приказал Богданову. 2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача. Первой ворваться в Берлин и водрузить знамя победы. Лично вам поручаю организовать исполнение. 21 апреля танкисты Кривошейна прорвались к пригороду Берлина Вейсензе и первыми вышли на столичные улицы, за что их командиру было присвоено звание Героя Советского Союза. Главные силы 1-го Белорусского фронта словно лавина с флангов обходили разбитый корпус Вейдлинга. Армия за армией, советские войска приближались к окраинам столицы Германии. А планам Конева по выходу на улицы германской столицы не суждено было сбыться. Леса и озера, многочисленные заграждения, минные поля, доты, уборуты и цосына задержали темп наступления танков рыбалка. Глубокий обход войск Жукова позволил замкнуть кольцо за спиной у немецкого Одерского фронта. Почти вся двадцатитысячная немецкая армия оказалась в окружении в лесах к юго-востоку от Берлина. Отступить в город и защитить его было уже некому. Перед Гитлером стояла дилемма – остаться в столице или бежать в Альпийскую крепость? Свою надежду он связывал с армейской группой под командованием обергруппенфюрера СС Штайнера. Гитлер телеграфировал генералу. Первоочередной задачей армейской группы Штайнера является наступление с севера. От успешного выполнения вашей задачи зависит судьба столицы Германского рейха. Спустя два дня, выяснив, что приказ еще не выполнен, Гитлер в бешенстве проклинал армию, кричал о коррупции, слабости, лжи. Все кончено. Остается только смерть. Фюрер заявил, что останется в Берлине. Теперь, в его плане спасения, главную роль играла 12-я армия генерала Венка, стоявшая на Эльбе против наступающих объединенных армий союзников. 23 апреля Венк начал разворачивать войска на столицу. Но ни Штайнер, ни Венк спасти Берлин уже не могли. В город Содорского фронта удалось пробиться лишь корпусу Вейдлинга, насчитывавшему около 15 тысяч человек. Они несколько усилили Берлинский гарнизон, состоящий из фолькштурма, полиции, частей ПВО и других подразделений. Общая численность защитников Берлина составляла около 120 тысяч человек. Чтобы оборонять такой огромный город, как Берлин, этого было явно недостаточно. Поэтому немцы защищали лишь группы кварталов, внутри них отдельные здания и объекты, имевшие ключевое значение. Численность советских войск, штурмующих Берлин, составляла более 400 тысяч человек. И в столицу фашистской Германии вошла не просто многочисленная армия, а бывалые солдаты и командиры, имеющие немалый опыт штурма немецких городов. «Танки идут вслед за нами. Старайтесь не отрываться. Наша задача – фаустники в окнах близлежащих домов. Первый взвод с правой стороны, второй взвод с левой стороны». «А огнеметчики с кем?» «Огнеметчики пока в резерве». Советские танкисты использовали прием «Елочка». Танки двигались по разные стороны улицы друг за другом, на расстоянии 30 метров позади пехоты. Они подавляли и уничтожали мешающие продвижению пехотинцев узлы обороны. Специально выделенные стрелки и снайперы, а также команды, вооруженные трофейными гранатометами «Фауст», ввели борьбу с вражескими фаустниками. Зная, что «Фауст-патрон» имеет небольшую дальность стрельбы – около 30 метров, советские танкисты останавливали машины в 150 метрах от атакуемого здания и расстреливали врага. После артподготовки, прикрываясь завесой кирпичной пыли и дыма, штурмовая группа прорывалась внутрь и закреплялась в здание. Заняв позицию, передовой отряд проводил задымление улицы, обеспечивая проход основных сел. Совместными усилиями они очищали здание от противника. Уличные баррикады приходилось подрывать или разбивать огнем артиллерии. Переброшенный на северо-западные окраины Берлина механизированный корпус Кривошейна форсировал Шпрее и через несколько дней соединился с наступавшими с юга частями танковой армии «Рыбалка». Берлин был полностью окружен. Фланг одного из секторов обороны города прикрывала река Шпрее. В этом месте ширина русла достигала 200 метров. Немцы понимали, что быстро здесь построить переправу советским войскам не удастся. Поэтому берег защищал лишь небольшой отряд. Появление советских катеров стало для немцев полной неожиданностью. Десять катеров Днепровской флотилии, вооруженных пулеметами «Максим», подвезли на грузовиках и спустили на воду. Под покровом темноты и тумана десант на обычных лодках беззвучно пересек реку. Ставка на внезапность оказалась успешной. Десант закрепился на вражеском берегу. А вскоре заревели и моторы катеров. На захваченном плацдарме накапливались значительные силы Красной армии. Началась переправа паромов с артиллерией. Этот маневр позволил дезорганизовать целый сектор обороны Берлина. Под угрозой окружения немцы поспешно отступили, оставив несколько кварталов практически без боя. Наступая улицами Берлина, советские корпуса и дивизии нацеливались на массивное здание в его центре – Рейхстаг. Рейхстаг в переводе с немецкого «Имперское собрание», «Государственный сейм». Здание было построено в конце 19-го столетия. Во времена Веймарской республики здесь заседала Нижняя палата парламента. 27 февраля 1933 года здание загорелось. Гитлер, будучи канцлером, обвинил в поджоге коммунистов. Изданный на следующий день декрет фактически давал партии нацистов чрезвычайные полномочия и возможность расправы с политическими противниками. После поджога Рейхстага парламент в Германии как таковой перестал существовать. В 45-м году его значение как правительственного сооружения было незначительным. Государственный центр Третьего Рейха находился в другом месте. Бункер Гитлера располагался под старой рейхсканцелярией на улице Вильгельмштрассе 77. Построенный во время войны в обстановке строгой секретности, в последние ее месяцы бункер стал прибежищем фюрера и местом проведения совещаний высшего военного руководства. По воспоминаниям очевидцев, во всех помещениях бункера оставались голые бетонные стены, источавшие запах мокрого цемента. Теснота и плохая работа связи делали его мало подходящим для штаба. Расположение бункера Гитлера штурмующим было неизвестно. В ночь на 30 апреля советские танки били прямой наводкой по имперской канцелярии, еще не зная, что здесь прячутся Гитлер, Геббельс, Борман и другие главари фашистской Германии. И что именно тут разыграются последние сцены войны. Наблюдательный пункт 34-го артиллерийского дивизиона особой мощности расположился в лифтовой башенке жилого дома номер 3 по Шлизингерштрассе. С него не было видно Рейхстага, только горящие развалины. 27 апреля войска продвинулись вперед. Командование дивизиона и командиры батарей ушли выбирать новый наблюдательный пункт. Неожиданно раздался телефонный звонок. Старшего на КП к телефону! Старшего на КП к телефону! Валер, подмени меня. Сержант Ларин слушает. Приказ 18-го открытия будет по цели 21. Есть! Цель 21 – Рейхстаг. По Рейхстагу батарея еще не вела огонь и нужно было срочно подготовить данные для стрельбы. Передовые позиции Красной Армии отделяли от зданий каких-нибудь 300 метров. Малейшая ошибка в расчетах могла привести к гибели наших солдат. Но искать начальство времени не было. За задержку с открытием огня тоже по голове не погладят. И сержант, прошедший 4 года войны, взял ответственность на себя. Батарея! Огонь! Над командным пунктом с ревом паровоза пролетел снаряд и глухо ухнул вдалеке. Следом за ним пролетел еще 41. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Передай батареи! Вторая батарея! Прекратить огонь! Прекратить огонь! 18-й. Похоже, по своим попали. Приказ 18-й. Открыть огонь по цели 20. Цель 20 – это Рейхсканцелярия. Батарея выпустила еще 18 снарядов. На командный пункт, услышав грохот своих снарядов, прибежал начальник штаба полка. Сержант! Какого черта? Кто стрелял? По чему приказу? По приказу 18-го. Почему я не знаю? Не успели доложить. Я вас слушаю. Молодцы! Стреляли хорошо. Объявляю благодарность от наступающих в поиск. Ну, Ларин. Молодец. Представлю к ордену Красного Знамени. Служу Советскому Союзу! Ни по начальному плану берлинской операции, ни по промежуточным директивам Жукова Третья ударная армия не числилась среди потенциальных покорителей Рейхстага. Командовал армией генерал Василий Кузнецов. Тот самый Кузнецов, который 22 июня 41-го года встретил войну под Гродно, а затем выводил из окружения свою Третью армию. Казалось, что война для него закончится в Прибалтике, где он был заместителем командующего фронтом. Неожиданно в конце марта 45-го года у Жукова возник конфликт с командующим Третьей ударной армией Симоняком. До начала берлинской операции оставалось всего две недели, и опытный Кузнецов оказался подходящей заменой. Энергично наступая при прорыве Одерского фронта, Кузнецову удалось сохранить резервы. Теперь он находился в 800 метрах от знаменитого здания с куполом, башенками и колоннами. 29-го апреля состоялся первый штурм Рейхстага. Атакующим удалось пробиться вплотную к нему, но в спину им стреляли из массивного здания Кроль Оперы на площади. Пришлось отойти назад. Кроль Опера была атакована и очищена от засевших в ней немцев. 30-го апреля в 11.30 после артподготовки советские пехотинцы вновь перешли в наступление. Через два часа началась артиллерийская подготовка штурма самого здания. В 22 часа 30 минут Знамя Победы было водружено над главным куполом Рейхстага. Рейхстага 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 Рейхстаг 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 Как долго вы еще сможете продержаться? Максимум 20-24 часа. Вечером Гитлер послал радиограмму с запросом о положении армии Венка. Неутешительный ответ последовал 30 апреля в час ночи. Днем 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. Его труп был сожжен в воронке от снарядов, оставленных батареей 34-го дивизиона. Смерть Гитлера ускорила развязку. К советским войскам вышли парламентеры. Это событие произошло в секторе 8-й гвардейской армии Чуйкова. Из бункера фюрера в штаб армии направилась делегация во главе с генералом Крепсом. Крепс сообщил о смерти Гитлера и образовании нового германского правительства во главе с гроссадмиралом Дёницем. Однако от переговоров с новым правительством советское командование отказалось. Встречное предложение было лаконечным. Немедленная и безоговорочная капитуляция берлинского гарнизона. Немцы его отклонили, и военные действия возобновились. Над Рейхстагом уже развивался красный флаг, но в Берлине еще гремели бои. «Понял! Слушаюсь! Внимание! Рота к бою! Живее! Все по местам! Приготовить гранаты! Огонь без команды не открывать!» Крепс застрелился 1 мая 1945 года после возвращения с переговоров и точку в обороне Берлина поставил комендант города генерал Вейтлинг. «Обращение последовало по радио на русском языке. Просим прекратить огонь. В 12.50 по берлинскому времени высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Возглавлял парламентеров полковник фон Дуфвинг. На кратких переговорах было согласовано время капитуляции гарнизона. Утро 2 мая. Штаб гарнизона перешел линию фронта и сдался примерно в 6 утра. Уже в плену Вейтлинг отдал свой последний приказ. «30 апреля фюрер покончил с собой, предоставив нас, давшим ему присягу, самим себе. Общее положение делает дальнейшую борьбу бессмысленной. Я призываю вас немедленно прекратить сопротивление». Этот приказ был объявлен через громкоговорители. К исходу дня 2 мая организованное сопротивление берлинского гарнизона прекратилось. Берлинская операция в Книге рекордов Гиннесса значится как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в нем принимало участие около 3,5 миллионов человек. В ходе операции советские войска освободили сотни тысяч узников концлагерей, среди которых более 200 тысяч граждан иностранных государств. Среди них бывший премьер-министр Франции Эдуард Эрио, командующий норвежской армией генерал Отто Руге, все высшее военное руководство Бельгии. 7 мая в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Протокол подписал генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера Смита, генерала Ивана Суслопарова и генерала французской армии Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако в силу того, что генерал Суслопаров не располагал необходимыми полномочиями, Советский Союз настаивал на подписании другого акта. 8 мая в 22.43 по Центральноевропейскому времени, 9 мая в 0.43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал фон Фридебург подписали еще один акт о капитуляции Германии, который вступал в силу с 24.00 по московскому времени. 9 мая советские войска вступили в Прагу. 10 мая Красная армия заняла плацдарм на косе Пуцгернерунг и город Хель. 11 мая капитулировала немецкая группа войск Курляндия. С 9 по 14 мая на всех фронтах советскими войсками взято в плен более миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал. 15 мая Совинформбюро объявило об окончании приема пленных на всех фронтах. А 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Принимал парад маршал Жуков. Так завершалась Великая Отечественная война. А сержант Ларин так никогда и не узнал, кем был этот 18-й, отдавший ему приказ открыть огонь. Орденом сержанта так и не наградили. Как и миллионы других солдат, которые воевали и победили. Утром 3 мая 45-го года Ларин получил приказ вместе с разведчиком пойти в район целей, чтобы задокументировать попадание снарядов. Гарнизон Берлина уже капитулировал, но по дороге красноармейцев с крыши дома обстрелял пулеметчик. К счастью, промахнулся. В рейхсканцелярию Ларины не пустили. В тот день Ставку Гитлера приехал осматривать Жуков и офицеры фронта. Артиллеристы зафиксировали попадание снарядов и направились к Рейхстагу. И здесь пробиться внутрь тоже было невозможно. Здание заполнили тысячи солдат и офицеров, праздновавших победу. Тогда, встав на плечи своему напарнику, солдат оставил на стене свой автограф. Сержант Павел Ларин Сержант Павел Ларин Сержант Павел Ларин Сержант Павел Ларин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok